Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua. Перед вами смартфон под названием Meizu M1 Note. Это первая модель и от Meizu в моих руках, и первая модель с процессором MTK6752. Новый 64-битный процессор. Очень интересно будет посмотреть, что же это такое. Обращаю ваше внимание на то, что Meizu M1 Note у нас, скажем так, первой ревизии. Та, которая попроще. Эта версия это DLTE. То есть в Украине 3G интернет у нас работать с этим смартфоном не будет. По стоимости эта модель у нас в Украине будет продаваться примерно по цене в 330 долларов. Почему Meizu первый у меня в руках? Потому что все остальные Meizu, я знаю и MX2, MX3, MX4, различные есть модели, но Meizu всегда они были очень дорогие. И цены в закупке были свыше 300 долларов, а то и больше, а то и 400, а то и 500. Данная модель в районе 215 долларов в закупке, а поэтому, в принципе, такой достойный себе вариант. Ничем не хуже, например, чем THL 5000, который тоже в закупке плюс-минус те же цифры стоят. Вот поэтому Meizu M1 Note в Antelife у нас, у меня в обзоре. Вот такая вот коробка, вот такой вот смартфон, в комплекте особо ничего нет, сам по себе смартфон. Здесь есть USB кабель, есть скрепка для открывания симок, блочок зарядки и в комплектации идет также вот такой вот переходничок. По комплектации все, давайте переходить непосредственно к смартфону. Смартфон, конечно, когда впервые берешь в руки, очень положительные ощущения остаются от него. Он очень аккуратный, он очень прикольный, как по мне. Мне нравится вот такая вот кнопочка. Я не знаком, в принципе, с дизайном Meizu, но мне эта модель напомнила дизайн айфона третьего. Тоже вот такой вот задний корпус. В общем, по дизайну мне вот так вот. Очень монолитно, очень все плотненько, абсолютно нигде не скрипит, не люфтит, да и нечему здесь, потому что корпус не разборной, очень все плотно. Спереди у нас 5,5 дюймовый дисплей. Дисплей выполнен по технологии IPS, без воздушных прослоек, ОГС. Экран здесь от Sharp. Стекло Gorilla Glass 3. По лицевой панели у нас есть сенсорная кнопка, она и индикатор. Сверху 5-мегапиксельная основная, фронтальная камера, датчики приближения, датчики освещения, разговорный динамик. Здесь есть индикатор пропущенных звонков. С этой грани у нас две кнопочки громкости вверх-вниз. Сверху микрофон, разъем под наушники, кнопка включения-выключения. С этой стороны у нас разъем под сим-карты. Работает этот смартфон с двумя сим-картами GSM стандарта. Это микросим и это наносим. Снизу у нас динамик, разъем под USB и микрофон. Сзади 13-мегапиксельная камера. Камера с матрицей от Samsung. Насколько мне известно, двойная вспышка, логотипы Meizu и наклейка от производителя. Материал выполнения это пластик, но это поликарбонатный, глянцевый пластик. По корпусу, по дизайну абсолютно нареканий нет. Очень классно все выглядит, рамки очень тоненькие. Вот как вы это можете видеть. Давайте перейдем сразу же к техническим характеристикам. Посмотрим, что у него по железу. Для этого мы воспользуемся программкой Antutu. В Antutu данная модель Meizu M1 набирает порядка 40-39, ну вот 39-40 тысяч баллов. По рейтингу производительности эта модель находится между Galaxy S5 и Xiaomi Mi 3, который на Snapdragon 800. Итак, здесь 4.4 Android. Здесь новый, восьмиядерный, 64-битный MTK6752. Здесь Full HD разрешение экрана. Основная камера на 13 мегапикселей. Обращаю ваше внимание, что у нас в продаже на данный момент эта версия 2 ГБ оперативки, 16 встроенных. Обращаю ваше внимание на то, что в продаже могут быть версии с другими параметрами памяти. Уточняйте при оформлении заказа. Итак, частота работы, в котором работает этот процессор, это от 468 до 1690 МГц. Новый графический ускоритель в этом процессоре Mali-T760. Должно быть все очень круто в плане производительности в играх. И справляться должен смартфон, по идее, с любыми игрушками современными при любых разрешениях. В принципе, здесь нет NFC. Здесь есть различные датчики. Давайте посмотрим это все в Z-Device Test. Здесь есть GPS. GPS поддерживает GLONASS, спутники. Датчик приближения, датчик освещения. Гироскопы. Вспышка. Данная модель поддерживает OTG. То есть, можно подключать карту памяти. Я проверял, все работает. Десятиточечный мультитач показывать не буду. Здесь особо не на что смотреть. Я, опять же, я абсолютно не профи в Meizu. Я больше сталкиваюсь с обычными китайцами. С THL, ZOP, GI, Lenovo еще. Вот для меня как бы немножко непривычно. Но я так понимаю, это стандартный интерфейс Flame. Оболочки на всех Meizu. Значит, прошивка у меня вот такая. С завода прошивка пришла без Play Market, без Google сервисов. Однако, это все очень просто настраивается. После сброса на заводские все это стирается. Однако, потом это все можно поставить буквально в течение пяти минут при наличии интернета. Прошивка не полностью на русском языке. Но, в принципе, все, что нам нужно, все есть на русском. Есть статус бар, меню быстрого доступа. Здесь тоже все удобно. Ну, по прошивке не могу сказать ничего особенного. Работает функция двойного тапа и различные другие настройки работают в этом смартфоне. Просто нужно сесть, уделить 10-15-20 минут, пройтись по этому меню, посмотреть что, где, как. Так, памяти здесь 16 гигабайт, карта памяти недоступна. Также обращаю ваше внимание на то, что здесь нет сенсорной кнопки назад. Когда есть функция этой кнопки, она появляется вот у нас здесь. И здесь ее можно нажимать. По прошивке рабочие столы летают, все четко, все быстро. Когда держишь этот смартфон в руках, ты действительно получаешь удовольствие от работы с ним. Что-то есть в нем магическое, отличное от стандартного голого андроида, который просто даже выглядит сыроватым. Касательно экрана. Экран здесь у нас 5,5 дюймов. Здесь Full HD, здесь IPS, здесь экран от Sharp. Мне то, как передает цвета, то, как выглядит этот экран, очень нравится, очень импонирует. По углам обзоров здесь все классно, но по диагонали, смотрите. Но по диагонали, как и большинство экранов, по диагонали немножко уходит он в другие цвета, немножко светлеет. Ну, в целом, экран выглядит более чем достойно. Я бы с удовольствием пользовался этим смартфоном, этим экраном. Я хочу сказать, забегая наперед, это действительно та модель смартфона, которую я бы купил для себя. Он и недорогой, и хороший аккумулятор, и производительность, и камера, в общем, во всем по порядку. Так, по поводу производительности. Смотрите, я установил Asphalt 8, я установил Brothers in Arms 3, это братья по оружию 3, Dead Trigger. Dead Trigger у меня выдает ошибку, не понимаю почему. Братья по оружию 3 у меня почему-то немножко лагает. Покажу вам, как запускается Asphalt 8 при максимальных нагрузках. Здесь, в принципе, все воспроизводится достойно. Не понимаю, почему Brothers in Arms у меня подглючивает. По идее, не должен с таким процессором, но я грешу все-таки на то, что это еще девайс сырой немного относительно. Должны появиться прошивки обновленные, которые будут более синхронизированы с этим железом. Ну и, в принципе, должно все быть очень достойно. Итак, смотрим Asphalt 8. Обращаю внимание на звук внешнего динамика. В общем, под Asphalt 8 запилили хорошо железо смартфона. Ничего не глючит, ничего не лагает, можно играть с удовольствием. Касательно звучания смартфона, я не буду запускать вам видео. Понятное дело, что видео любое воспроизводится, YouTube работает, все это ясно. Звук здесь идет из одного динамика. Звук этот мне понравился. Звук в наушниках тоже достоин. Я бы слушал музыку с таким звучанием. Ну и разговорный динамик, микрофон, тоже все отлично. Я имею в виду разговорный звук по сети. Так, идем дальше. Я тестировал в этом смартфоне, конечно же, аккумулятор. Аккумулятор здесь на 3140 мАч. Здесь 8 ядер, здесь 5,5 дюймов, здесь Full HD разрешение экрана. Результатами, в принципе, я доволен. Давайте посмотрим, что он показал. Делал я, как всегда, скриншоты. Делал я тест и в Antutu тестере программки. Вот как раз результат 6776. Это довольно-таки неплохой результат для 8-ядерного смартфона. И я тестировал эту модель в Epic Citadel. В Epic Citadel, смотрите, 100% время, час 0,4. И 8% остаток, 4,57. Это максимальная яркость. Это Epic Citadel с максимальными настройками графики. Около 4 часов непрерывно в режиме игры. Я могу сказать, что это хороший показатель. Но вот эти 8% и сел до нуля, до автоматического отключения у меня смартфон в течение последующей минуты. То есть, когда мы разряжаем смартфон со 100% до 10%, вот это его диапазон работы. От 10% до нуля смартфон разряжается очень быстро. Но в целом общее время работы смартфона от аккумулятора меня порадовало. Я этим доволен. GPS здесь хороший. Есть A-GPS, есть полноценный спутниковый GPS и есть поддержка спутников GLONASS. Не увидел я разительной разницы от MTK6592. То есть, одна и та же платформа MTK. По мощности GPS навигации они одинаковы. То есть, если на Snapdragon я только подносил к окну телефон, и он уже все словил и уже все показывает. То здесь пришлось немножко подождать. Но спутники словил хорошо, нормально, достойно. Поэтому по GPS, ну, примерно, для меня примерно то же самое, что было на MTK6592. Камера здесь смотрим. Здесь идет у нас 13-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная фронтальная. Там есть на 4 ПДА расписано, сколько линз, какая там диафрагма, все-все-все-все-все. Я расскажу самое основное. А характеристики вы посчитаете и плюс у нас на сайте. Во-первых, есть выбор режима съемки. Есть автоматические, есть различные. Там портрет, панорама, замедленная съемка. Мне понравился ручной режим. Что мне в нем понравилось? То, что можно делать действительно с фотографией в макро. В авторежиме оно так не устанавливается. По настройкам здесь особо ничего нет. Выбор гаммы, выбор вспышки, переключение на фронталку. И выбор вот такие настройки. Размер фото 13 мегапикселей, видеозапись идет в формате Full HD. Фотографиями я доволен. Видеозапись тоже классная. Я фотографии вам покажу. Действительно смартфон делает классное качество. Нареканий у меня нет никаких. Видеозапись идет с большим количеством FPS. То есть 30 кадров в секунду это железно. Поэтому тут я доволен. Meizu делает классные камеры. Или использует классные матрицы камер. В принципе вот и все. Meizu M1 Note это бюджетный смартфон от компании Meizu. Расскажу что мне в нем понравилось, что мне в нем не понравилось. Ну мне в нем не понравилось это то, что в заводской прошивке. Во-первых то, что прошивок как таковых пока что нет. На данный момент снимаю обзор 5 февраля 2015 года. Во-вторых то, что в этой прошивке в заводской нет изначально плей-маркета. И то, что вручную, хоть это и не так сложно, как оказалось, приходится доставлять. Также мне не нравится то, что здесь, ну то, что вот у нас у меня в руках это DLTE версия. То, что в нем нет 3G. Это тоже минус этого смартфона. Очень многие скажут, что также минус и в объеме встроенной памяти. Но, будет версия 32 гиговая, но она будет естественно дороже. Если честно, 16 гигов, из них доступно примерно около 14. Я не вижу большого смысла покупать больший объем. В нем работает OTG, если вам нужно посмотреть какой-то фильмец, можно записать его на флешку. 16 гигов хватает для 3-4 таких больших игр. Для 2-3 фильмов, которые... Не нужно сюда записывать огромные размеры фильмов. Здесь подойдет любое более-менее стандартное качество на таком экране, на таком размере экрана. Поэтому 16 гигов для меня, если честно, более чем достаточно. Из плюсов, очень много плюсов. Смартфон недорогой. Он стоит примерно вот как, можно сказать, сыроватые смартфоны с голым андроидом TCL 5000. Здесь классный экран, здесь классная камера. Здесь хороший аккумулятор 3-140. Здесь очень приятный экран, очень быстро все работает. Здесь новый восьмиядерный 64-битный процессор. Та модель, которую я бы купил лично для себя. Если бы он был с такими же размерами, если бы он был с такой же толщиной рамки, тут буквально пару миллиметров, но чуточку меньше. 4,7, 5 дюймов, но не 5,5. Если бы он был такой, я бы взял его себе. Потому что уже давно выбираю себе смартфон. Надо менять JUG2. В общем, все. Вот такая вот модель. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я постараюсь ответить на то, что знаю. Эта кнопочка, она работает как индикатор. То есть, если у нас какой-то пропущенный вызов, она может светиться. Ее можно выключить, можно включить, чтобы она подсвечивалась. Удобный тап. В общем, смартфон действительно классный. И этот смартфон стоит покупать. Плюс ко всему, он двухсимник. Все благодаря MTK 6752. Друзья, подписываемся на наш канал. Прошу прощения за такой перерыв. Был в отпуске, не было видео, не было, в принципе, и новых моделей особо. Как только новые модели появляются, как только мы их начинаем продавать, обязательно, в обязательном порядке, я обязуюсь перед вами делать постоянные, стандартные мои видеообзоры с моей точкой зрения. Также не забываем подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылочки в описании, опять же. Ну и заходите к нам на сайт, покупать вот эти смартфоны у нас. Все, спасибо, всего доброго.